Добрый вечер! Добрый вечер, дамы и господа! И сегодня, сегодня у нас в гостях известный боксер по совместительству мэра Киева Виталий Кличко! В программе «Кто хочет стать миллионером?» Междумные! Что, простите, не понял? Нет, 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 отмена! Пенсионеры! Не пойму, о чем вы говорите? Вы спрашиваете, кто хочет стать миллионером? Я говорю, бездомные, пенсионеры! Да это «Кто хочет стать миллионером?» название просто нашей программы! Ну, замечательно, у меня есть ответ на название вашей передачи. Миллиардеры не хотят стать миллионером! Ну, хорошо, Виталий, пусть будет так. Давайте, может быть, немножко разомнемся, начнем с чего-то простого. Вот загадки вы умеете разгадывать? Например, такая загадка. Висит груша, нельзя скушать. Почему? Ну, понимаете, это такая загадка. Висит груша, нельзя скушать. Почему? Высоко висит? Нет. Испорченная? Нет. А, это боксерская груша? Да нет же. А что, боксерскую грушу можно скушать? Ну, нельзя боксерскую грушу скушать, но это загадка. Правильный ответ? Какой? Да. Лампочка. Вы что, дураки все, какая лампочка? Он зашал грушу висит? Так, ну хорошо. Давайте еще что-нибудь попроще. Вот, например, 100 одежек и все без застежек. Это я знаю. Это партия бракованных китайских пуховиков. Вчера привезли на рынок Ростец, у них липучки не чик-чик. Вот. А давайте лучше я вам загадаю загадку. Я вот 7 дней уже думаю, не могу отгадать. Давайте попробуем, чем могу, помогу. Знаете, загадка. 7 раз отмерь, а 1 раз отрежь. Ну, это же пословица. А, правильный ответ, пословица. А, польский город такой. Готовица, пословица, Берлин. Да, Виталий. Ну, давайте уже перейдем к игре нашей. Я напоминаю, что у нас в гостях Виталий Кличко. Сегодня все деньги, которые вы заработаете, пойдут на благотворительность. Поэтому вопросы будут легкие, вы не волнуйтесь. Итак, добрый вечер, дорогие телезрители. А у нас в гостях игра. Кто хочет стать тренерами? В гостях Виталий Кличко. И первый вопрос. Тысяча рублей. Ничего себе правила у вас сейчас найду. Виталий, не надо денег. Это вы можете заработать тысячу рублей. Ну, я так и понял, ну. Итак, вопрос, легкий вопрос, не волнуйтесь. Как зовут вашего брата? И варианты ответов. Ну, давай порассуждаем. Это точно не Наталья. Наталья это не брат, это жена. А я напоминаю, что у вас есть три подсказки. 50 на 50, звонок другу и помощь зала. Ну, прекрасно, давайте я возьму звонок другу. И кому мы будем звонить? Моему брату Владимиру Кличке. Так, мы звоним Владимиру. Алло, Володя, это ты? Гуд морин. Да у вас 30 секунд, задавайте вопрос. Вова, у тебя 30 секунд, давай говори. Че говорить? Вопрос задавайте. А, это кто хочет стать минейонером? А, бедники, бестонные, да, бестонные. Да вопрос, как зовут брата? А, Виталий? Ну, там же варианты еще есть. Итак, ваше время вышло. Итак, ваш ответ. Ну, мой брат Владимир сказал мне, что правильный ответ Виталий. Я думаю, он пошутил, разыграл меня. Конечно. Поэтому правильный ответ Захар. Вы уверены? Ну, я тоже пошучу над своим братом и скажу Владимир. И это правильный ответ Владимир. Итак, продолжаем игру. Давай. Вопрос на 5000 рублей. У меня всего 3400. Да не надо денег, вы можете выиграть 5000 рублей. Итак, вопрос. Сколько букв в русском алфавите? Варианты ответов. А, 6. В, 30. С, 31. И Д, 33. Ну, давайте посчитаем. Значит, А. Один. Л. Два. Ф. Три. А. А. Четвертую А не считаем, да? Вит. Алфавит. Шесть букв. Ну, вы неправильно, может, поняли. Имеется в виду, сколько всего букв. А, всего. Тогда вторую А тоже считаем. Семь букв. Подождите. Ну, я ниже такого ответа. Это ж правильный ответ. Тогда мой ответ будет 33. Не считали, Виталий. Итак, следующий вопрос. На 10 тысяч рублей. Это если я кредит только возьму, могу заплатить. Не надо, у нас есть деньги. Мы заплатим, если вы правильно ответите. Итак, вопрос. Когда крестили Русь? Я точно помню, что на Пасху. Виталий, давайте, может, вариантов дождемся. Давайте. Итак, вариант А. В 1212 году. В. В 988. В. В 1000. И. В. В 1356 году. Ну, давайте рассуждать логически. В этом году была Пасха? Была. В том году была? Была. А про предыдущие годы я не помню вообще. Виталий, а я напоминаю, что у вас есть подсказка 50 на 50. 2 500. Что 2 500? 50 на 50 будет 2 500. Это ж любой образованный человек знает. Шучу. Не любой. Да, 50 на 50 подсказка, которая убирает два неправильных варианта ответа. Интересно? Давайте попробуем. Итак, я прошу компьютер убрать два неправильных варианта. Да, помогло. А можно еще раз взять 50 на 50? Ну, хорошо, Виталий. Только для вас и только в этой программе. Компьютер, убери еще один неправильный вариант ответа. Надо отвечать. А как мне отвечать? Мой правильный вариант ответа только что убрал компьютер. Да, но выбора-то у вас нет, поэтому мы засчитываем вам. Ваш правильный вариант ответа. И вы выиграли 10 тысяч рублей. Ух ты. Хорошо, трудно было вообще. Вы знаете, Виталий. Мне тут редактор, вот в ухо, говорит, что специально для вас только сегодня мы придумали, вводим новые правила. Давайте вы сами зададите себе вопрос и сами же на него и ответите. И это будет вопрос на 3 миллиона рублей. Давайте. Во сколько лет родился Наполеон? Наполеон. Может быть, вы хотели спросить, в каком году родился Наполеон? В каком году, я не знаю. А во сколько лет знаю. В ноль лет. В ноль. И это правильный ответ. И вы выиграли 3 миллиона рублей. Поплодисменты. Поплодисменты.